Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы сегодня достаточно коротко поговорим на эту тему. Если вдруг кому-то покажется важным эту тему развить, можем посвятить этому большее время в целом вебинаре. Итак, психологические аспекты приверженности лечения у онкологических больных. Коротко это называется комплайентность. От английского слова patient compliance, которое можно перевести согласие, приспособление, приверженность, приверженность лечению. То есть степень соответствия между поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача. Проявляется комплайенс, как правило, на фоне приема лекарств, или экстресса, соблюдения диеты или изменения образа жизни, соответственно рекомендациям врача. Одна из самых актуальных проблем современной медицины, по данным Всемирной организации здравоохранения, это как раз нарушение комплайенса, потому что медицина очень здорово идет вперед. Мы немножко от нее отстаем, что, в общем-то, видно на примере вакцинации и достаточно часто видно на примере тяжелых хронических заболеваний. Существуют методы оценки, приверженности терапии. Золотого стандарта пока еще не выработано, но есть какие-то прямые оценочные категории, и это относится к ведению врачей. А вот к непрямым относится как раз то, что невозможно промерить, и это как раз обычно и подразумевает под собой психологические аспекты. Если кто-то сейчас меня слышит, вы можете сами промерить себя вот этим валидизированным тестовым отпросником оценки комплайенса, задав 4 вопроса самому себе и ответив же на него. Забывали ли вы когда-нибудь принять препараты? Бываете ли вы невнимательны к часам приема лекарства? Пропускаете ли вы прием, если чувствуете себя достаточно хорошо или плохо? То пропускаете ли вы следующий прием, если чувствуете себя плохо? Так вот, комплайенс – это отрицательный ответ на все 4 вопроса. Но я надеюсь, что мы на таком простом примере улечили себя в некотором нарушении комплайенса, то бишь на приверженности терапии. Очень часто мы допускаем себе своеволие в этом вопросе. Какие же факторы влияют на комплайенс? Вообще их очень много. Это сложное взаимодействие 250 факторов, обуславливающих то самое отношение больных к чему бы то ни было, а в общем-то к отношению к болезни, о которых мы, в общем-то, с вами достаточно часто разговариваем на школах пациентов. Так вот, сочетание этих 250 факторов достаточно серьезно претерпевает изменения в динамике заболевания. Но условно их подразделить можно на 5 групп. Факторы, связанные непосредственно с личностью пациента, факторы, связанные с взаимодействием между врачом и пациентом и личностными особенностями врача, связанные факторы с организацией системы здравоохранения как таковой, ну и непосредственно связанные с заболеванием и с проводимой терапией, мы скорее на этом сегодня сделаем совсем короткий акцент. Если говорить о факторах, связанных с пациентами, то по наблюдениям ВОЗ и нашем наблюдении, ну, конечно, мужчины всегда проявляют меньшую комплайентность, то есть пол некоторое влияние на это оказывает. Меньше комплайентные люди, старше 65 людей и 35 людей, ну, наверное, это интуитивно понятно, люди, в общем-то, приближающиеся к старшей зрелости с некоторым принятием к предстоящему ухудшению здоровья или переходу в свою другую какую-то ипостась, то бишь к смерти, ну, должны в силу возраста каким-то образом быть адаптированы, ну, а тем, кому меньше 35, их жизненный опыт еще не вполне позволяет им как следует взять под контроль собственную жизнь и собственное здоровье, и это происходит, да, всегда немножко позднее. Конечно, характерологические особенности – это темпераменты, свойства личности, тоже имеют отношение к факторам, которые влияют на приверженность терапии, уровень образования, да, чем ниже, тем больше заблуждений, национальный менталитет, да, по-разному может себя предъявлять, нездоровый образ жизни сам по себе говорит нам о том, что человек не вполне может брать под контроль собственную жизнь, ну, индивидуальные, социальные или культурные факторы. Важным аспектом является уровень информированности о факторах риска, и здесь мы смыкаемся с факторами, связанными с личностью врача, ну, и вообще социальное окружение – это и врачи, и семья пациента, и его, возможно, даже, да, приверженность всяким там СМИ-технологиям оказывает влияние на приверженность терапии. Обобщим коротко факторы, связанные с организацией системы здравоохранения, потому что личность врача – это человек, который специально обучен каким-то конкретным ожиданием от взаимодействия с той группой пациентов, с которой он будет работать. Смена врачей может оказывать снижающее влияние на комплайенс. По-разному читаемые протоколы и клинические рекомендации, или сомнения врача, да, которые он может транслировать своим пациентам, тоже снижает комплайенс. Ну, и, конечно, выраженное снижение может быть оказано при недоступности назначаемого лечения. Вот категория, которая нас сегодня больше интересует, потому что мы говорим с вами о комплайенсе именно онкологических пациентов. Это факторы, связанные с болезнью и с лечением. Бессимптомное течение, конечно же, да, просто никак не формирует комплайенс, человек просто не обращается за помощью. Если у меня есть опыт менее тяжелого заболевания, да, это, скорее всего, на начальном этапе будет влиять на мою приверженность лечению. Также и продолжительность лечения. Хроники, они, как правило, немножко выхолощиваются в своей приверженности, если имеют к этому хоть какие-то, да, тенденции личностные. Ну, вы читаете этот список. Я не успею сегодня все прокомментировать. Это и острота течения болезни, да, все-таки она повышает комплайенс на определенном этапе. А вот привыкание к диагнозу хронического заболевания снижает его. Понятно, что сегодня уже много, да, в контексте звучали побочные эффекты лечения, и вы сами знаете, насколько, да, приверженность лечению зависит от того, что мы наблюдаем, и как врач, да, ставит задачу дальнейшего лечения. Ну, собственно, много относится к тому, в каком поле заболевания мы находимся с вами. Но так или иначе, за это отвечают, конечно, некоторые психологические аспекты приверженности. И это сложная структура из трех функциональных блоков, то, как описал это в свое время Менделевич. Это сенсорно-эмоциональные, логические и поведенческие блоки. На сенсорно-эмоциональном уровне мы говорим о впечатлениях и переживаниях, вызванных ситуацией лечения. На логическом уровне мы говорим о системе оценок осуждений, которые помогают им объяснить необходимость лечения его эффектов, ну, либо блокируют нам представление о необходимости лечения. И на поведенческом, как всегда, у нас с вами располагаются мотивы, наши действия и поступки по реализации терапевтической программы. Так вот, первично всегда, конечно же, личностные особенности больного. То есть они изначально определяют отношение к болезни и установку на терапию, и, конечно, влияют на соблюдение медицинских рекомендаций. Все мы с вами, дорогие слушатели, дорогие участники, можем быть описаны психологом с точки зрения типа своей личности. Можем быть описаны как человек, который имеет повышенную тревожность, и это как-то будет влиять на его комплайенс. Упорные в своем достижении люди вовсе не всегда, да, очень послушные пациенты. Они могут упереться и иметь собственные какие-то представления, или быть в тени, да, в плену собственных иррациональных установок, то бишь ложных побуждений. Гипертимы, сверхактивные личности, тоже частенько нарушают приписание врача. Есть гипотемические черты, и последнее, то, что я не написала, но это вообще-то шизотипические черты личности, да, и, в общем, у каждого типа по-своему есть уязвимости к формированию комплайенса, и, конечно, это то, чему мы с удовольствием обучаем врачебный корпус, для того, чтобы они эффективнее взаимодействовали с каждым конкретным видом пациента. Потому что онкологические заболевания, они, конечно, имеют и свои выраженные аспекты снижения комплайенса. Мы все с вами знаем, что часто это бессимптомное лечение, что всегда до этого человек чем-то болел, у него есть ожидание, что он сейчас провзаимодействует со злокачественным новообразованием, как будто это доброкачественное новообразование, то есть вылечится и вылечится однократно и навсегда. Конечно же, первый порыв опереться на собственный опыт и как-то самому на эмоциональном уровне с этим справиться, поэтому достаточно редко все-таки идет запрос психологического уровня, хотя мы не устаем говорить о том, что эмоционально с этим справиться самостоятельно бывает. Это не у всех получается, и довольно тяжело. К сожалению, в регионах просматривается низкий достаточный уровень доверия вообще к медицине. Ну и человек может быть либо малоинформирован, либо он может не усваивать, достаточно усваивать, какую бы то ни было информацию по медицинской составляющей, просто в силу некоторой рассогласованности высших психических функций, которые находятся под влиянием дистресса. Это сверхсильное эмоциональное напряжение, обусловленные угрозой жизни, пониманию того, что будут применены достаточно агрессивные методы лечения, отсутствие каких бы то гарантий, наращивание неопределенности. Все это формирует мифологизацию диагноза и, конечно же, может приводить к синдрому деморализации, который в свою очередь исказывается на наших с вами высших психических функциях. И таким образом вот такая дистрессирующая нагрузка, которая, как мы с вами часто говорим, как раз очень характерна для онкологических пациентов и их окружения, вот и задает нам снижение комплайнса на всех представленных на слайде уровнях. И еще раз напоминаю вам, что мы можем говорить об этом подробнее, если вдруг вам покажется это интересным. Методы повышения приверженности терапии, они скорее относятся к психологическим, к разговору, обучению, вовлечению, поощрению и стимуляции, к приверженности лечению. То есть если вам кажется, что тактика вашего лечения находится под угрозой или уже страдает в зависимости от вашего эмоционального напряжения, пожалуйста, приходите. Мы всегда готовы вам в этом помочь. Потому что комплайнс блокируется страхом. А страх, конечно же, вытесняется за пределы сознания чаще всего, но все это может приводить к деморализации, либо депрессивным состояниям. Но эти состояния как раз хорошо корригируются, если вы вовремя обратились, и мы с вами в этом направлении поработали. Потому что частичный или полный отказ от терапии можно рассматривать как непрямое суицидальное поведение. А вот проработка различных скрытых проявлений страха, комплайнс, то есть приверженность лечению, безусловно, улучшает. Ну, короткий пример вам приведу о психическом заражении, которое снижает комплайнс. Это из факторов окружающей среды. Предположим, что мы лежим в палате или сидим в коридоре и ожидаем амбулаторного приема. И некоторые из нас едят достаточно спокойно, выдержанно, и потом также спокойно едут домой и спокойно занимаются домашними делами. А некоторые из нас наращивают тревогу и беспокойство, находясь просто в среде людей, которые, возможно, индуцируют нас этим напряжением. Всегда в социуме находятся люди, которые так или иначе могут оказывать на нас влияние, вовлекать в нас в сверхсильное эмоциональное напряжение. Это неврологические выраженные пациенты или онкологические пациенты, которые первично в личностных особенностях являются, может быть, психопатического склада, они способны непроизвольно втягивать нас на наращение этого напряжения. И тогда, если вы у себя это заметили и пришли к нам за помощью, мы с вами будем осваивать тактику совладания с заражением или с индукцией эмоционального напряжения от других людей. Вот алгоритм примерно прописан. Это научение разделять себя и другого. Навыки нейтрального наблюдения и минимального анализа, навыки устойчивые, навыки формируются, переключение внимания, и все это исходит из формирования конструктивного убеждения, что чужого опыта в онкологии не бывает. Хотя зачастую именно попытка опереться на чужой опыт в нашей области приводит к снижению комплайнса. Ну что ж, в нашем городе очень много онкопсихологов. Практически во всех организациях мы представлены и даже составляем ассоциацию онкопсихологов Северо-Западного региона. Всегда готовы разрешить ваши эмоциональные проблемы, если вам кажется, что они у вас появились. Благодарю всех за внимание. Продолжение следует...